Что обещает нам третья декада декабря и где уже из-за непогоды закрыты трассы, об этом в выпуске. Добрый вечер, меня зовут Сергей Гергель, это итоги дня и мы начинаем. Добрый вечер, меня зовут Сергей Гергель. Но вот российский Сбербанк со ссылкой на экспертов из США опубликовал очень интересный прогноз по стоимости нефти. И там говорится, что менее чем за десятилетие черное золото подорожает почти в 2,5 раза. Я знаю, что ты сегодня углубленно занимался изучением этого вопроса. Скажи, вот насколько реалистичен такой сценарий? Сергей, если честно, трудно даже поверить. Ведь в последний раз нефть стоила 138 долларов за баррель аж в 2008 году, накануне мирового экономического кризиса. С того момента цена на черное золото стремительно начала опускаться вниз, а многие экономисты даже не обнадеживались, что утерянные показатели удастся восстановить. Но сейчас, по оценкам российских экспертов, баррель будет стоить 55 долларов уже в следующем году и продержится на этом уровне в 2019. А по данным аналитиков американской консалдинговой компании, спустя еще 4 года нефть подорожает до 100 долларов за бочку и к 2025 вернется к докризисным временам. Своей точкой зрения по этому поводу поделился казахстанский экономист Айдархан Кусаинов. Предлагаю послушать. Это достаточно смело сегодня, в сегодняшних условиях делать такие прогнозы. Поэтому, что будет до 2025 года, достаточно трудно предсказать. Это и возможно изменение экономического курса США, судьба Европейского Союза, которая сегодня действительно на грани развала. Поэтому, ну не могу комментировать, я думаю, сколько аналитиков, столько и мнений сегодня, да, то есть какого-то мейнстрима нету. Вот, поэтому, может быть и будет 150, а может быть наоборот будет 10. Впрочем, докризисных цен на нефть не исключает и главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. По его словам, позитивный сценарий возможен в случае, если мировая экономика в ближайшие десятилетия найдет резервы для роста. И вот отрывок из его интервью российскому изданию. Если в течение следующих десятилетий мировая экономика найдет резервы для роста, то возможно ускорение темпов прироста глобального ВВП и повышение спроса даже на фоне ограничения предложения сырья со стороны крупнейших ее экспортеров. Кстати, о спросе. Он, по долгосрочным прогнозам американских экспертов, к 2040 году вырастет на 14%. Во многом этому поспособствует увеличение населения и его доходов, особенно в развивающихся странах. Не так давно и ОПЕК повысила прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году на 10 тысяч баррелей в сутки. Вполне вероятно, что аппетиты будут расти и дальше на фоне договоренностей стран-экспортеров и государств, не входящих в картель, снизить добычу нефти. Но и здесь, по мнению экономиста Идархана Кусаинова, не стоит спешить с выводами. И вот почему. Потому что возникают следующие факторы, что вот федеральная резервная система подняла процентную ставку, соответственно увеличилась стоимость заимствования. Это, скорее всего, замедлит экономический рост в мире. А раз он замедлится, то замедлится опять же спрос на нефть. И в результате вот этот кратковременный отскок нефти, наверное, опять потихоньку будет скатываться, нефть будет дешеветь. Так что, Сергей, какие бы ни были прогнозы, все это в конечном итоге только аналитические расчеты. И очень бы хотелось надеяться на то, что все они в ближайшем будущем оправдают позитивные ожидания экспертов. У меня на этом все. Ну, очень надеюсь, что так и будет. Спасибо, Дамир. А я напомню, с начала 2000-х самые низкие показатели были зафиксированы в начале этого года. Тогда стоимость черного золота опустилась до 28 долларов за баррель. В январе 2015 года цена на нефть достигла 45 долларов за баррель. Об этом сообщает финансовое издание ЛС. Почти в три раза дороже черное золото стоило в 2011 году. Тогда одна бочка оценивалась в 125 долларов. Летом 2009 года 72,5 доллара за баррель. В середине 2008-го баррель черного золота стоил 147 долларов. Кстати, это является абсолютным ценовым рекордом за всю историю появления североморской смеси. И эту отметку на протяжении последних восьми лет стоимость нефти марки «Бренд» так и не смогла преодолеть. И к другим темам. Производство отечественных продуктов питания увеличилось в этом году почти на 4%. Промышленность, как и другие ключевые отрасли экономики в целом в 2016-м заметно подтянула свои показатели. О жилых домах, развитительского хозяйства и пассажирском транспорте в цифрах готов рассказать Руслан Андрисов. Добрый вечер. В ближайшие минуты об основных показателях в основных сферах экономики. Сегодня в стране зарегистрировано 25 879 организаций в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также в области разработки карьеров. Увеличиваются они чуть ли не с геометрической прогрессией. К примеру, только на прошлой неделе в стране появились еще 22 предприятия в разных сферах. Лидирует производство продуктов питания. Впрочем, предприятия, где изготавливают стройматериалы, тоже наверняка пользуются спросом. В этом году объем строительства увеличился на 7,5%. На 16% больше ввели в эксплуатацию именно жилых домов. А вот объем розничной торговли в стране увеличился в этом году не особо, всего на 0,5%. Больше тем временем стали пользоваться казахстанцы общественным транспортом. Показатели в сфере пассажирских перевозок возросли на 2,3%. Ну и в сельском хозяйстве есть неплохие показатели. К примеру, почти на 6% увеличили производство продуктов растеневодства и на 2,5% продуктов животноводства. В общем, Сергей, в Новый год с новыми показателями. И, кстати, придется неплохо поработать в 2017-м, чтобы побить рекорды этого года. Как ты считаешь? Я так думаю, что было бы желание. Кстати, и вот в продолжение этой темы, Руслан. В Алматинской области за годы независимости республики развитие животноводства поднялось на качественно новый уровень. Поголовье овец доведено почти до 4 миллионов, а коров до миллиона. Численность же лошадей превысила 300 тысяч. Теперь фермеры ЖТСУ намерены увеличить долю племенного скота и наладить производство животноводческой продукции. Адильхан Сахари подробнее. Эту породу овец называют казахским гемпширом. Ее вывели путем скрещивания с баранами-производителями из Канады. Однако в 90-е поголовье было практически полностью потеряно. Сейчас ученые и фермеры занимаются возрождением этой породы овец. Мясо гемпширов считается диетическим и пользуется наибольшим спросом в мире. Примерно 70% от общего количества потребления баранины. Турлхан Султанов – один из тех, кто помогает восстановить численность казахских гемпширов. Он возглавляет крупнейший в стране кооператив овцеводов, объединяющий 40 фермерских хозяйств. Его мечта – сделать все поголовье овец племенным. Есть задумка построить мини-завод для реализации мясомолочных продуктов не только для Казахстана, но и для ближнего и дальнего зарубежья. А это племенной центр. Таких в нашей стране всего два. Здесь занимаются разведением племенных производителей крупного рогатого скота. Сейчас в центре находится 30 быков. Они представляют лучшие мясные и молочные породы мира. Семя быков хранят в местной лаборатории. Здесь уже накопили больше 2,5 миллионов доз. По словам специалистов, запасов достаточно, чтобы охватить искусственным осеменением маточное поголовье всех южных регионов страны. В дальнейшем центр планирует заняться содержанием баранов-производителей, жеребцов-производителей для искусственного осеменения маточного поголовья лошадей и овец. По сравнению с 98-м годом поголовье крупного рогатого скота и лошадей выросло вдвое, а овец и коз – в полтора. Но для покорения зарубежных рынков нужно еще наладить переработку мяса и молока, считают специалисты. На сегодня действует 6 молочно-товарных ферм. В ближайшее время будут запущены еще 5. Кроме того, откроют завод, который будет перерабатывать 3000 тонн молока в год. В области насчитывается 60 откормочных площадок. В них содержится почти 33 тысячи голов крупного рогатого скота. Также в следующем году планируется начать строительство двух мясоперерабатывающих заводов. Адильхан Сахарикона Штургенбаев. Итоги дня. Алматинская область. Фермеры Зайсанского района Восточно-Казахстанской области планируют расширить рынок сбыта для мясной продукции и отправлять ее в Китайскую Народную Республику. В регионе запустили в работу новый комбинат. Он будет выпускать больше 300 тысяч тонн мяса в год. Работы обеспечили 20 человек. Ранее фермеры возили свою продукцию в областной центр или отдавали перекупщикам по невыгодным для себя ценам. Теперь ситуация изменится кардинально. В районе сейчас работают 1200 крестьянских хозяйств. Более 300 из них занимаются именно животноводством. Поэтому перебоев с поставкой сырья не будет, отмечают эксперты. У нас хорошие показатели по животноводству. В этом году рост по крупнорогатому скоту от 5 до 10%. На 17% увеличилось поголовье овец и коз. Ведется и переработка сельхозпродукции. У нас свои молочные, мукомольные заводы. Кстати, регионы в Казахстане все больше становятся финансово независимыми. Если раньше налоги отправляли в районный бюджет, чтобы потом распределить между сельскими округами, то теперь финансовые вопросы местные исполнительные власти решают совместно с общественными советами. Один из примеров – сельский округ Майлыкент в Тюлькубасском районе Южного Казахстана. Здесь работают фермерские хозяйства, выращивают сады, а за счет собственного бюджета и спонсоров решают вопросы благоустройства и инфраструктуры. Жители поселка Бактебек рассказывают, что поливной воды в их ауле не было почти 12 лет. Теперь, когда в сельском округе Майлыкент появился свой бюджет, проблему решили. За 4 миллиона тенге очистили и восстановили канал Карагаш. Через реку Аресь построили навесной мост. А чтобы школьникам легче было ходить в школу, соорудили лестницу. Где-то что-то не так, где-то непорядок, мы уже рассмотрим. Если есть такая необходимость, даже рассмотрим на совете, вносим свои предложения, чтобы дальше, соответственно, люди работали. Аксакалы рассказывают, что собственный бюджет позволил улучшить благоустройство населенных пунктов Бактебек, Дуан и Турара-Рыскулова. Две улицы застелили гравием, на восьми провели освещение. В Акимате отмечают, не меньше работ по благоустройству запланировано и на будущий год. На озеленение благоустройства только поселка Турара-Рыскулова на следующий год заложили больше 14 миллионов тенге. Спонсоры обещают подарить жителям новый спортивный комплекс. Также в округе планируют и дальше развивать сельское хозяйство и животноводство, привлекать инвестиции. К слову, в этом году бюджет округа превысил 56 миллионов тенге. Юлия Землянова, Наталья Цой, Нурмахан Мусатов. Итоги дня Южно-Казахстанской области. Европарламент обвиняет Польшу в пренебрежении основными европейскими ценностями и угрожает введением санкций в отношении Варшавы, вплоть до лишения права голоса в Европейском совете. Такая позиция нашла поддержку и в Еврокомиссии. В частности, в Брюсселе, недовольной тем, что поляки лишили независимости Конституционный суд страны и фактически подчинили его парламенту. Впрочем, некоторые эксперты считают, что угрозы со стороны европейских структур не заставят Польшу изменить свою политику, а давление на нее может привести к повторению Брексита. Кыргызстан отменил обязательную пятидневную регистрацию для граждан Казахстана, России и еще 90 стран. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны. Напомню, что предыдущий закон, принятый 4 ноября этого года, обязывал иностранных граждан, находящихся в Кыргызстане более пяти дней, проходить обязательную регистрацию. Поправки вызвали волну критики со стороны общественности, предпринимателей, занятых в сфере туризма и самих туристов. В подробности материали нашего корреспондента. Видеообращение к президенту записали жители Каракола. Это административные центры Иссыкульской области. Отдыхающих здесь много в любое время года. Летом на побережье озера, зимой на горнолыжных курортах и альпинистских склонах. Только в городе зарегистрировано больше 300 гостиниц и точек общественного питания, главный доход которых – иностранные туристы. Обращаюсь к президенту Кыргызской республики Алмузбеку Шершеновичу, чтобы закон об обязательном регистрации туристов был отменен, потому что люди просто теряют время. Это их отзывы. Меня зовут Джумиля, я хозяйка кофейни в городе Каракол. Туризм для города Каракол является одной из основных отраслей, за счет которого мы и живем. Ваш закон о регистрации – абсолютная противоположность развития Кыргызстана и развития туризма. Обязательная регистрация иностранцев в пятидневный срок введена с 4 ноября. Одна из главных причин нововведения – усиление контроля над прибывающими в страну иностранными гражданами. Однако забота о национальной безопасности поставила под угрозу туристический бизнес. Причем первыми это на себе ощутили казахстанцы, которые традиционно ездят кататься на лыжах на широкоизвестную крокольскую горнолыжную базу. Если говорить по странам ЕАЭС, в частности, очень много вопросов вызывает прибытие в нашу страну граждан соседней республики Казахстан, то надо говорить, что проектом, тот, который выявлен для общественного обсуждения, предусматривалось срок регистрации для этой категории лиц в пять дней, поскольку имелись соответствующие двухсторонние соглашения. То последний доработанный проект постановления предусматривается срок в 30 дней. К счастью, власти страны оперативно отреагировали на возникшие трудности. Сегодня вступило в силу постановление правительства. В нем указан список 92 стран, в том числе и Казахстана, граждане которых смогут находиться на территории Кыргызстана столько же дней без регистрации, сколько кыргызстанцы в их стране. Нужно отметить, что правила регистрации для туристов кардинально разнятся с условиями пребывания трудовых мигрантов. Для последних постановка на учет обязательно в течение месяца. Но в том-то и дело, что иностранцы в большинство своем едут сюда отдыхать, а не работать. Фариза Булатпек, Бахат Чермашев, Бишкек, Кыргызстан. Итоги дня. О культуре питья сейчас серьезно задумались в российском Иркутске. Там за выходные в больницы города поступили больше 40 человек с признаками сильнейшей интоксикации. По последним данным, 33 человека скончались. Как выяснилось, все они употребляли спиртосодержащие средства для принятия ванн-боярышник. Сейчас в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Вот еще о событиях за пределами Казахстана расскажет наш международный обозреватель Жан Наман. Спасибо, Сергей. В обзоре сегодня о том, к чему призывают казахстанских туристов, и о предварительных причинах аварийной посадки самолета в России, в которой все выжили, но половина пассажиров в тяжелом состоянии. Быть осмотрительней в Иордании призывают казахстанских туристов. На своей странице в Facebook директор Департамента индустрии и туризма Министерства по инвестициям и развитию Казахстана Марат Игалиев порекомендовался отечественникам соблюдать меры предосторожности. Напомню, многочасовая перестрелка между вооруженными боевиками и сотрудниками сил правопорядка в Иорданском городе Эль-Карак стала причиной гибели 13 человек. Помимо четверых набодавших, погибли пятеро полицейских, трое местных жителей и гражданка Канады. Аварийную посадку в 30 километрах от якутского поселка Текси совершил Ил-18, принадлежащее Министерству обороны России. В результате аварии пострадали 32 военнослужащих. Из них 16 человек в тяжелом состоянии, сообщает агентство ТАСС. Всего на борту самолета, который выполнял плановый перелет с аэродрома Канск, находились 32 пассажира и 7 членов экипажа. На месте аварийной посадки самолета работает комиссия. Ее специалисты уже демонтировали и извлекли черные ящики. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать сложные погодные условия. А из сирийского Алеппо вновь началась эвакуация людей. Накануне ночью восточный район города покинули почти 500 человек. Центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии также подтвердил, что восточные Алеппо в воскресенье вечером покинули 5 автобусов и 2 машины скорой помощи. Отмечу, что Совет Безопасности ООН всего около часа назад единогласно принял резолюцию о проведении международного мониторинга за эвакуацией мирных жителей из Алеппо, что в идеале должно ускорить процесс по спасению граждан. Сегодня на этом все. Я передаю тебе слово. Спасибо, Жанна. Ну, кстати, вот ранее Нурсултан Назарбаев поддержал идею проведения в Астане мирных переговоров между конфликтующими сторонами в Сирии. Глава государства переговорил с Владимиром Путиным и Раджипом Таипом Эрдоганом под телефоном. Да. Уникальный вклад Казахстана в развитие глобальной безопасности отмечают и европейские эксперты, и политики. Казахстан стал основным партнером в Центральной Азии для Греции, надежным и проверенным. Об особом доверии к Казахстану заявил бывший спикер парламента Греции Верон Полидорос. В интервью моим коллегам он рассказал, что в его стране очень ценят казахстанский вклад в развитие и безопасность всего Центрально-Азиатского региона. Одним словом, мои поздравления Казахстану, народу счастья, крепкой демократии. Мы все должны признать, что Казахстан, этот спокойный степной народ под лидерством Нурсултана Назарбаева стал фактором стабильности и мира во всей Евразии. Поздравляю. Независимый Казахстан демонстрирует миру хороший рост качества стандартов развития, соответствующих нормам, принятым в ОССР. Страна готовится к проведению Всемирной международной выставки Экспо-2017 и активно развивает парламентское сотрудничество со многими странами Евросоюза. Об этом в Париже заявила вице-президент группы «Франция-Казахстан» Национальной ассамблеи Франции Мишель Вуазан. Отношения Франции и Казахстана находятся на очень высоком уровне. Главы наших государств, президент Назарбаев и президент Оланд поддерживают постоянные дружеские контакты. Это партнерство в будущем, я уверен, будет только расти. Я от всей души поздравляю народ Казахстана с 25-летием независимости и желаю ему дальнейших успехов и процветания. Еще одно направление сотрудничества Казахстана со странами ОССР, куда входят самые развитые государства мира, совместная работа правоохранительных органов антикоррупционной сети. За два года реализации четырех новых кодексов административного, уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного госслужащие выплатили в бюджет больше 6 миллиардов тенге в качестве штрафов, а 70 миллиардов тенге выведено из Казахстана за последние пять лет из-за коррупционных преступлений. Пока же ущерб, причиненный экономике страны, возмещен на 20%. По данным зампредседателя агентства по делам госслужбы Алика Шпикбаева, 47 коррупционеров объявлены в международный розыск, 28 из них уже экстрадированы в Казахстан. Сейчас работа проводится по дальнейшему возвращению к традиции. Ну и вы знаете, по многим этим делам, которые мы сегодня докладывали, те вот переводы, которые были, и приобретение недвижимости наложено на лет, соответственно, эта сумма впоследствии будет возвращена к Казахстану. Соответствующая работа Генеральной прокуратуры и нами проводится. Исполнить новогоднее желание тяжело больных детей призывает Алма-Атинский общественный фонд «Здоровая Азия». Под опекой благотворительной организации сейчас находятся порядка 200 девочек и мальчиков. Некоторые из них получают палеотивную помощь в хосписе. Остальные проходят реабилитацию в Центре развития и психологической поддержки детей с онкозаболеваниями. Волонтеры говорят, что очень важно окружать заботой и любовью таких детей. Наши корреспонденты отправились в дом, где важен каждый прожитый день. Мечта у нее вот одна батуты. Больше ей ничего не надо. Но пока даже такое обыкновенное детское развлечение для маленькой Леры недоступно. Четырехлетняя малышка борется со страшной болезнью. Врачи диагностировали заболевание, когда ей было всего полгода. Нейрофиброматоз. В случае Леры опухоль на веках и в спинном мозге. Из-за этого девочка плохо видит. Ей нельзя бегать, делать резких движений. Состояние может ухудшиться в любой момент. Все убегали от нее, никто с ней не играл. У нее был комплекс. Она даже стоит в окне, говорит, все убежали. Дети, они меня боятся. После того, как Лере узнали в фонде «Здоровая Азия», ее сразу взяли под опеку. Каждый месяц проводили обследование и даже нашли спонсора, помогавшего с лекарствами. Сейчас опухоль перестала расти. А недавно пришли хорошие новости из Института челюстно-лицевой хирургии в Москве. Москва предлагает операцию в три этапа. Первый этап стоит полтора миллиона тенге на наши деньги. У меня такой суммы нету, потому что я одна работаю сейчас на данный момент. Если процедура пройдет успешно, Лера сможет видеть и жить полноценно. И чем раньше прооперируют девочку, тем лучше. Главная задача сейчас – собрать необходимые средства. А это реквизиты, куда любой желающий может пожертвовать любую сумму на лечение. Этот дом на окраине Алматы – учебный центр «Я с тобой», знают все, кто был в такой же сложной ситуации, как семья Леры. Трудно поверить, что жизнь кого-то из этих малышей зависит от лекарств. Кто-то восстанавливается после химиотерапии, а у кого-то четвертая стадия рака, когда вылечить уже нельзя. Но еще можно подарить счастливое детство, тепло и любовь. Они же все у меня были на этой радуге. Кто-то мне говорит, что я танцевала на облаках, кто-то там по этой радуге прямо шел, а потом вернулся и назад. То есть это дети, которые были и в коме, и которые с наркоза долго выходили, и которые прошли вот эти сильные химиотерапии. И даже сейчас вот они мне пишут сказки, что они были на острове, и что на этом острове был один. Но я-то понимаю, что это был за остров, да? Я же знаю, что это за остров. Жанна – одна из волонтеров учебного центра и хосписа для онкобольных детей. Благодаря таким, как она, больше 200 алматинских семей чувствуют постоянную поддержку – моральную и финансовую. В фонде говорят, любая помощь никогда не будет лишней. Это все пропускаешь через себя, но со временем ты как бы смиряешься с этим. Ты понимаешь, что вот жизнь вот она такая. Не знаю, ну вот это дела божьи, да? Все, что мы можем сделать – это помочь тем, кому нужна помощь. Эти малыши, столкнувшиеся с недетскими испытаниями, не разучились верить в чудо. И на Новый год, как обычные дети, ждут подарков. Иногда желания стандартные – мобильный телефон, ноутбук, планшет, а иногда кажутся совсем уж странными из-за своей трогательной простоты. Энциклопедия по географии, познавательные аудиокниги, кубик Рубика или, как мечта Леры, просто попрыгать на батуте. Лера, выздоравливай. Твоя мечта сбудется. Мы ждем тебя в нашем батутном парке. Мы научим тебя летать. Полина Чехичина с Абибой Бусинов, Мухит Кудыкпаев. Алматы. Итоги дня. И вот один из примеров благотворительности. Павлодарский предприниматель подарил воспитанников дома юношества четырехкомнатную квартиру. Мой коллега Салуат Тимирбалатулы побывал на новостелье и узнал, что делать подарки не менее приятно, чем их получать. Новая квартира обошлась Александру Полякову в 11 миллионов тенья. А вот ремонт парни сделали уже сами. С мебелью, бытовой техникой помогли другие меценаты. Ильяс Иван Ислам Ильдар. Повар, экскаваторщик, монтажник-высотник, военнослужащий. Все ребята из разных детских домов, но будут жить здесь вместе. До тех пор, пока не получат собственное жилье. А очередь уже на подходе. Только в этом юбилейном году в Павлодарском при Иртыши ордера получили свыше 40 выпускников детских домов. Александр Поляков не хотел афишировать свой поступок. Но мы настояли. Этой осенью его хозяйство получило хороший урожай хлеба. И за счет этого появилась возможность хоть чем-то помочь ребятам. Буду зависеть только от тебя. А твое желание. Хочешь жить нормально, будешь жить нормально. Посталось издачу, выполнено. В Павлодаре у каждого выпускника детских домов есть первая рабочая профессия. Поэтому без дела они не сидят. 23-летний Иван – экскаваторщик. Своей радостью, первым делом, он поделился с бабушкой, живущей в деревне. Она должна прийти, посмотреть квартиру. Она тоже… Я созванивался с ней, я за меня очень рада. За последние годы квартиры в регионе получили около 300 детей-сирот. Между тем, самих детских домов, приютышшие с каждым годом, становится меньше. Сокращается и количество детей-сирот. С 810 – 5 лет назад, до 484 – сейчас. Салуа Тимир Булатулы, Марат Игльков и Алексей Мельницкий. Итоги дня. Павлодарская область. Чудесных дел мастер живет в Петропавловске. Созданием фаэтонов Александр Бондаревич занимается уже больше 10 лет. Это самая последняя из его работ. Как и прежние модели, эта карета изготовлена из березы. Создание резного фаэтона у Александра ушел целый год. Работы народного умельца можно встретить в Алма-Аты, Караганде, Усть-Каменогорске и других городах страны. Отмечу, этому ремеслу Александр нигде не учился, а дизайн всегда разрабатывает сам. Кстати, чтобы скучно в дороге не было, Бондаревич установил в карете музыкальный проигрыватель. Это шедевр, я скажу по-честному, эксклюзив. Больше такого нигде нет. И чтобы вот это сотворить, знаете, это нужно хорошее настроение. А в Караганде устроили большой праздник четвероногим друзьям человека – собакам породы тазы. Эти замечательные борзы, безусловно, одно из достояний народа. Сейчас кинологи делают все, чтобы псы получили мировое признание. Илона Чаус пообщалась с владельцами собак и их питомцами. Ни мышонок, ни лягушка, неведомо зверушка. Механический заяц и зверь в казахстанских степях редкий. Но тазы свое дело хорошо знают. Все, что бежит, надо догнать. Курсинг – полевое испытание собак с искусственной приманкой. Тазы – собаки рабочие, подготовленные больше для серьезной реальной охоты. Но казахстанские собаководы решили в кратчайшие сроки внести породу тазы в международный реестр. Потому проведение таких соревнований особенно важно. Чем отличаются они от других борзых? Выносливостью своей. То есть другие борзые, они на короткой какой-то дистанции ловят зверя. Тазы могут бежать в течение суток на одной и той же скорости. То есть это их самое главное. В Уасето-Шалтаково четыре прекрасных тазы. Молодому басару прочат большое будущее. Вот и сегодня он показал лучший результат. Мы продолжаем традицию наших предков. Возрождаем породу, чистокровную породу тазы. Вот, в принципе, собаки неприхотливые, умные. Ну, как сказать, эта порода вообще считается в Казахстане номер один. Поэтому, наверное, они у нас такие самые любимые. Пока на весь Казахстан не больше поры сотен чистокровных тазы. Впрочем, их разведением в последнее время занимаются все больше казахстанцев. Как это обычно бывает, тазы стали похожи на своих хозяев. Они спокойные, выдержанные, без серьезного повода не лают, не кусают. К незнакомцам гостеприимные. Тазы не нужен намордник. Но случись что, борзую не остановить. Добычу она обязательно нагонит и не оставит ей никакого шанса. Илана Чаус, Василий Савкин, Асета Саинов. Итоги дня. Караганда. Самые сильные студенческие команды Казахстана сыграли в товарищеский мини-футбол в преддверии универсиады. В закрытом зале встретились чемпионы национальной студенческой лиги, игроки IT-университета и учащиеся Академии туризма и спорта. В лиге обе команды никогда не соревновались, поскольку студенты Академии туризма и спорта считаются профессиональными атлетами. А и они не принимают участие в этих играх. По этой причине состоялся товарищеский матч. Со счетом 9-6 студенты Университета информационных технологий уступили спортсменам из Академии. В этом году в национальной студенческой лиге по футзалу приняли участие 48 команд из 9 городов Казахстана. В следующем году у нас планы довести до 100 команд со всего Казахстана. Таким образом мы выполняем программу развития спорта. 30% молодежи, я думаю, со временем точно будут вовлечены в массовые виды спорта. В 2017 году конвенция Всемирного боксерского совета впервые пройдет в Казахстане в рамках выставки Экспо-2017. WBC – самая влиятельная в мире профессионального бокса организация. Заявку нашей республики успешно защитили представители Отечественной Федерации профессионального бокса. Заявку Казахстана успешно защитила делегация во главе с президентом профессионального бокса Ерланом Бихожиным. Обойдя несколько государств-конкурентов, наша страна все же вырвала победу. Всемирный боксерский совет единогласно решил – 55-я конвенция WBC пройдет в Астане впервые в истории. Для нас, конечно же, это ответственно, для нас это очень важно. Мы бы хотели показать всему миру успехи нашей страны за 25 лет независимости. После презентации нашего короткого фильма это вызвало большой ажиотаж и интерес. Ежегодная конвенция WBC считается большим событием для мира бокса. В Казахстан приедут именитые боксеры, промоутеры и менеджеры. И это не просто победа, это уникальный шанс показать всему миру достижения нашей страны. Ожидается, что в юбилейной конвенции, которая пройдет в рамках выставки «Экспо-2017», примут участие представители более 160 государств. Для меня большая честь быть приглашенным в Казахстан, а также честь быть послом WBC. Я планирую посетить вашу страну и буду счастлив подарить казахстанцам свою улыбку. WBC был создан в 1963 году 11 боксерскими федерациями. Штаб-квартира находится в Мехико. Казахстан участвует в конвенциях с начала 90-х годов и является второй среди стран СНГ, где будет проводиться это престижное мероприятие. Ирина Камышова, Исим Даркеев. Итоги дня. Голливуд. США. Кстати, к буксу в нашей стране отношение особенное. Накануне стало известно, что казахстанский боксер Геннадий Головкин и американец Дэниел Джейкобс сумели договориться о бои до назначения промоутерских торгов. Об этом Геннадий Головкин написал в своем твиттере. Бой пройдет 18 марта на арене Мэдисон-Сквэр-Гарден в Нью-Йорке. Залежи древнейшего в мире льда ищут в Антарктиде европейские ученые. Команда специалистов надеется извлечь ледяной образец возрастом полтора миллиона лет. Затем он будет подвергнут химическому анализу. Ледяной пласт, по словам ученых, это природный архив. Содержащиеся в нем мельчайшие пузырьки воздуха могут рассказать о температуре и концентрации углекислого газа в атмосфере Земли в любой период истории. Считается, что именно полтора миллиона лет назад на планете произошел значительный климатический сдвиг. И, поняв его причины, ученые надеются найти ответы на вопросы, которые сегодня так волнуют человечество. Отмечу, экспедиция рассчитана на 15 лет и обойдется Евросоюзу в сотни миллионов евро. В Астане и Акмолинской области вновь непогода. Из-за сильного ветра и метели объявлено штормовое предупреждение. Завтра по области, как говорится в сообщении на сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям, ожидается юго-западный ветер с порывами до 28 метров в секунду, местами метель. В самой столице также прогнозируется сильный порывистый ветер и буран. Что касается температуры, то в шести областях третья декада будет чуть холоднее обычного. При этом в большинстве регионов ожидается и осадков выше нормы. Из-за непогоды в ряде областей ограничено движение транспорта. Так, закрыты автодороги Астана-Щучинск, Астана-Павладар, Астана-Караганда и Астана-Атбасар. Перекрыты автотрасса по направлению к Петропавловску. Ограничено движение и на участке дорог Жизказган-Петропавловск и Астана-Ерементау-Шидерты. На этом у меня все. А прямо сейчас смотрите авторский проект Айгуля Диловой «По сути». Я же прощаюсь с вами ровно на сутки. Всего вам доброго и до свидания.